Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. У меня постоянная паранойя, страх за родных и близких, любая моя болезнь какая-то смерть, навязчивая мысль в голове, что что-то произойдет. Как с этим бороться? Пытаюсь настраиваться на хорошее. Ну, естественно, что вы довольно скудно описали свою проблематику, вот, в том смысле, что нужно, конечно, более подробно, вот. Потому что то, что вы описываете, по сути своей, это следствие, это не первая причина. Я бы сказал, что у вас здесь смесь неподавляемой агрессии, у вас здесь смесь страха от одиночества, вот. Я бы сказал, что у вас здесь есть потребность во внимании, присутствует потребность во внимании у вас, вот. И я бы сказал, что есть то, чего вам хочется. То есть, вот, навязчивые мысли, которые у вас, ну, вот, возникают, да, это про ваши потребности. Потребности, на которые вы не обращаете внимания, но которые, тем не менее, все-таки есть. Вот именно с этими моментами, в первую очередь, я бы и предложил бы вам работать. Почему я говорил про подробности, да, что нужны подробности, что нужно более такой развернутый рассказ о, ну, том, что вы чувствуете, а там, что с вами происходит. Дело в том, что необходимо разобраться в вашей жизни, то есть, вот, вообще, в принципе, вообще, в принципе, как вы живете, вообще, в принципе, какой у вас образ жизни в этом смысле. Чем вы интересуетесь, увлекаетесь, если увлекаетесь, вот, чем вы живете, какой у вас интересен и так далее. То есть, вообще говоря, это очень важные моменты, и штука в том, что пока эти моменты не проанализированы, штука в том, что вы будете находиться во власти этих обстоятельств, которых вы сейчас находитесь. Ну, например, вы говорите, значит, у меня паранойя, страх за родных и близких, да, хорошо. Вот, если не будет паранойи и не будет страха за родных и близких, ну, вот, представим себе такую ситуацию, что вы будете делать тогда? Что вы будете делать? Как вы будете действовать? На что вы будете тратить свое время и энергию? Дальше. Что произойдет? Что произойдет? Если вы потеряете кого-то из близких. Дело в том, что страх смерти это, по большому счету, про потребность сбежать. Это про некоторое такое чувство несвободы, которое вами может вытесняться. Как результат? Это следствие определенного внутреннего конфликта. Страх потери близких здесь может быть обусловлен как чувством вины перед ними. Так и убеждением, что без них, без этих людей, вы не сможете нормально, адекватно существовать. Такая история тоже довольно часто. Естественно, что не совсем пока что понятно и очевидно. Про вас ли эта история? Может быть нет. Именно для этого я и говорил о том, что необходимо получше разобраться в вашей жизни. Потому что, например, навязчивые мысли, которые вы описываете, тоже могут иметь достаточно дифференцированную природу. То есть довольно разнообразную. И чтобы адекватно представлять себе то, что с вами происходит, необходимо интервью. Следующий важный момент. Вы описываете довольно такие мешающие вам симптомы. Вот, вы перечислили довольно много таких симптомов. Мой вопрос заключается в том, что вот вы говорите, что я пытаюсь настраиваться на хорошее. Ну, видимо, не помогает вам настраиваться на хорошее. Иначе бы вы не обратились бы сюда. И мой вопрос заключается в том, да, вы спрашиваете, как бороться. Вы рассматриваете для себя возможность консультации с психологом. Потому что довольно это странно выглядит, что вы как бы обращаетесь к психологу. Вот, говорите, что пытаетесь настраиваться на хорошее. Вот, говорите о том, что хотите с этим бороться. Вот. Наверное, я предполагаю, что психолог будет помогать вам в борьбе. Нет. А психолог не поможет вам с чем-то бороться. Дело в том, что ваш проблематика – это следствие, как вы уже, наверное, поняли, внутренних конфликтов ваших. И, соответственно, можно говорить о том, что именно решение внутренних конфликтов вам поможет. Да? А эти симптомы, от которых вы хотите избавиться, они призваны для того, чтобы показать вам, что есть проблема. Если бы этих симптомов не было, вы бы не догадались потом, что у вас есть определенная проблема. Поэтому симптомы нужны. Они на самом деле нужны. Они нужны, эти симптомы. И бороться с ними не нужно. А вы сами видите, как поступать. Ну, я имею ввиду по отношению к себе в данном случае. Так что вам необходимо, на мой взгляд, признать здесь, как минимум признать, что двигаетесь вы несколько в неверном направлении. И тогда уже работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Так жить. Дальше.